приветствую на своем канале тут возможно будет кусочек меня видно это обзор будет из моего номера в гостинице спутник замечательного города минск минска даже так сказать страны беларусь или белоруссия фоном тут возможно вот слышно как некоторые едят на своих гремучих мотоциклах потому что кондиционера в этом номере нет к сожалению но приходится поэтому открывать окно чтобы не в жаре не удах не удохнуться так сказать как-то зарема с керва если точно помню ну в общем на всякий случай извиняюсь за рима которая пишет мне вконтакте в личном сообщении просила как-то сделать обзор если я буду что-то покупать из косметики вот сегодня у нас был частично свободный день мы ходили по музеям с гидом потом по музею воинской славы кажется с девочкой которой познакомились в автобусе ну в общем с группа нашей туристической серы болтура и соответственно зашли в магазин но я вроде как ничего не хотел покупать в результате в гостиницу вернулась со своей конкретно сумкой с пакетом с хавчиком и еще двумя пакетами и вот тут косметика и пап то что я купила но там еще сувениры кое-какие будут у меня не знаю стоит ли снимать или нет если что может по приезду углича их все-таки засниму не только на фотик но и но смысле не как фотками но еще и с обзором возможно возможно и нет там просто еще какие-то сувенирчики мелкие моим друзьям и родственникам но еще я купила себе хлопковые точнее леновые голубые брючки вообще попала на белорусский лен там была распродажа мы с наташей решили что зайдем по офигеваем на цены и уйдем обратно но получилось так что я очень вообще хотела какие-нибудь леновые брючки ну леновые брючки леновые это чисто моей подружки выражения а то мне будут потом говорить что я не умею еще по-русски говорить и кстати по поводу английского я понимаю что в лучшем случае надо бы это проигнорить но некоторые мне сначала пишут дифирамбы а потом офигевает зачем я записал это видео хотя сами же большая часть из тех кстати кто офигевает еще сами же и просили и людей вот найти я не знаю как вы себя чувствуете когда жара дико вас дико мигрени вы дико устали я хотя знаете чтобы вы поняли что это такое желаю вам всем кто вот что то вякает не в комменты за иметь бабушку в мягком маразме и такую слегка сильно болеющую у которой периодически сидит нянька и чтобы носить сиделка вышел вы на себе поняли что это за ты чему это все приводит когда почему я свалил в деревню тогда я очень плохо себя чувствовала физически и когда у меня бывают сильные мигрени я соответственно вообще не очень понимаю соображаю я понимаю что будут каменты что типа вот зачем ты все это говоришь в этом видео про косметику или что-то в этом роде кстати вот это у меня чай еще немножко всякой хрени моей значит но его тут даже ключик возможно год видно от номера и немножко кусочек моей головы 10 даже рукой пачку шевелевку свою короче говоря чтобы тупо было понятно я конечно понимаю что будут себя хочу точнее те кто вот вякает что я не знаю английский будут вякать что это оправдание или еще что то но когда я себя херово так чувствую и 3 это в одном же еще дико я и очень плохо переношу я часто всегда будут падаю в обороте в общем плюс еще миглени я устала я вообще как-то фигула не то что английский и русский то не понимаю не могу не могу воспроизвести а читать через камеру в планшете это как-то знаете сложно это даже и русские буквы любые как-то плохо видится и понимаются и если я сделала пару ошибок причем специально знаю что у вас год bad heart у тех таких гнилых людей которые за собой бревна не видят гадят только в каменты или те которые идут мимо помойки и уж видят только лужи грязь и тому подобное отражение допустим неба красивого в лужах не видят это чистая фразочка нашего учителя по дизайну после школы я полгода училась перед ну и благодаря там всяким раз прям углическим как кто-то в каментах сказал чтобы угличе углические люди в основном да действительно так и есть мне пришлось уйти взять академический отпуск я поступила потом на библиотечная когда мне сказали ой чё же ты там где-то учишься ты пыры раз ты пыры возвращайся к нам ну я на них плюнула и пошла уже потом не сверяла в сам я расставский пет но это отступление в общем тут эта косметика которая купила чисто белорусская косметика белокосмекс тот крем я не стала покупать потому что во первых он именно тот самый мне не попался попался какой-то там разглаживающий от морщин и тому подобное морщин у меня нет и на зависть некоторых людей ну в общем нет конкретно их и он поэтому мне не подходит кстати начну я свой обзор конечно у меня тут свет немножко не придает потому что я хоть и поставила на режим такой с таким вот цветом но свет тут мягко говоря немножко затухающий такой ну в общем одна единственная лампочка сейчас у меня горит и что это у нас такое это у нас олива крем для ног интенсивный на самом деле тут практически все что я купила я купила лично для себя но есть один крем который еще не решила или я подарю его аленка при нашей следующей встрече поменяшки или кому-то из родней или возможно если я буду делать обмен посылками в четверг я как раз получаю фраше то возможно это будет в посылочке это что у нас 75 миллилитров это фирма белорусская моду мне кажется такую фирму встречала в россии но именно вот такие крема я не видела вот тут вас много кстати должно быть модума потому что мы там попали в магазин это кстати я покупала в гуме у меня даже пакетик их есть в общем это у нас крем для рук и ногтей увлажняющий вот я сейчас читаю но чисто я смотрю поверх камеры а то будут вякать что я вот в камеру смотрю иначе могу что-то говорить да сей line green прикиньте я по-английски прочитала хотя она подозреваю что вы будете вякать но те которые любят вякать мне в камень то что я там неправильно произнесла и тому подобное кстати люди если вы вякаете по поводу того что я неправильно произношу песни есть на канале где я пою на французском свои стихи хотя вы наверное там найдете какие-нибудь ошибки обязательно найдете вы же без этого не можете увлажняющий крем для рук и ногтей с виноградом зеленый чай правильно гляньте это у нас тоже кажется моду 75 миллилитров я не знаю фокусируется камера или нет есть у меня тремор или нет но у меня этого особо не волнует а если вас это сильно задевает то это ваши проблемы исключительно так еще один крем это вот мне чисто потому что тут розы нарисованы на самом деле не знаю розы тут или нет роз крем для рук нежный это кажется тоже у нас моду но те же 75 миллилитров все это у меня обошлось это косметика мне где-то в 700 чем-то рублей я платила с карты снималась она по какому-то там неизвестному мне белорусскому курсу я даже есть чек но человек немножко помялся потому что вот этот вот шампунчик я покупала закрытым но товарищи на кассе видать его как-то проверяли или что-то еще час у меня рука тряслась потому что на меня как сидела какая-то зеленая мошка видать с окна прилетела потому что хоть окно и евро стандарта эти какие-то пластиковые окна но но без сеточки в общем вот такой шампунчик бери так кажется почему-то б б б б н в в общем это у нас ромашковая шампунь для всех типов волос ромашками великолепно очищают придает волосам блеск и шелковистый придает блеск и шелковистый волосам там нету то еще скажите что я и привираю так сделан у нас в апреле 2016 года для всех типов волос и в общем он в пакете когда мы уже вышли из музея воинской славы и пошли в парке я что-то залезла в пакет я поняла что он пролился и пролился довольно прилично я потом делала ванну ванна у меня есть номер и но есть обзор этого номера и я его тоже приеду солью на youtube соответственно для этого и снимала и в общем получилось так можете смеяться можете там ну конечно в каменты такой-нибудь да напишет какую-нибудь гадость не без этого если в каменты мне не писали гадости как один мальчик сказал с которыми все время общалась стас кажется вызвали да стас и в общем правда он относил это к моей прозе и лирике когда я ездила на всякие конкурсы или ходила на литой метам наши велико умные поэты мягко говоря поливали говном ну дерьмом ладно ну и в общем он мне сказал такое если прошли картины также относится и музыки ко всему творчеству если человек прошел мимо твоего произведения то его значит не зацепила равнодушие это хуже всего а если он ну похвалил тогда конечно хорошо если он полил тебе дерьмом особенно необоснованным таким как большая часть вот эти типа критика у вас такая критика там у вас такой фон у вас такой фон люди такое ощущение что для вас те кто пишет про фон книжки это какой-то вообще за предел вы когда-нибудь книжки своей жизни читали как вообще школу закончили как вы научились печатать люди а короче как он мне сказал цитата обосрали значит зацепила вот я с тех пор воспринимаю все вот эти критику а то мне говорят что я не понимаю что такое крико люди 12 лет в литературе кручусь я в курсе что такое критика хотя я подозреваю что вы скажете что ничего не понимаю и тому подобное такие есть я вас верю в общем этот шампунчик у меня пролился и я просто доставалась пакетом все эти вещи омывала их под струей ну и сам флакончик облила омыла и частично вылилась пакетика гумовского то что там было нет такая шикарная пенка получилась я потом минут 15 повалялась в ванне ничего так хорошо пакет правда потом еще помалу мне все еще сохнет и надеюсь он высохнет и быстро довольно высохнет и я смогу в него сложить там что-то еще ну что у меня моя сумка так сказать наполняется внезапно хотя ведь я действительно не хотела ничего покупать но кто знал что у беларуси деньги не то чтобы там что у них там динаминация произошла да эти нули убрали так еще они но немножко частично мне кажется не обесценились потому что я чуть не догоняю я в прошлом году мне бы этих 140 тысяч хватило за глаза и уши ну покушать там по мелочи и все а тут что-то мне не хватило этих 140 тысяч короче говоря которые превратили 14 рублей не еще мелочь осталась там какая-то белорусская старые деньги новые деньги это у нас тоже белита бен 2 почему кстати именно бен 2 если били там не знаю первый раз вообще вот только в этом году увидела беларусь именно обозначение бен 2 реви вор или что такое причем р почему-то это россия рдр но не он берал беларусь это арома бальзам против падения волос у меня иногда такое бывает от какой-нибудь нервотрепки или сезонное какое-то особенно на сессия помню или няло как не знаю кто 13 активных компонентов смываемая 1 минута 3 эфирных масла крепляет луковицы волос 9 трав трав депантенол оздоравливает кожу головы ну в общем вот такой вот били там дальше ой у меня упала 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 дальше у нас идет крем для ног свежая для снятия усталости вот если бы я его сразу сегодня намазала мои бы ножки потому что полежала в ванной я поняла что ванна моим ножкам не помогла столько часов на ногах это не это жуть это столько времени пешим 100 процентов сертифицированные органические масла лифт дивана наверное так ну конечно найдутся умные люди которые если я действительно неправильно произнесла то они меня поправят а если я правильно произнесла но их это задело то они конечно высыпутся что я не умею говорить вообще ни на каком языке тут 100 грамм у нас белл гейтс гейтс да белл гейтс это баранович и год назад я желание на барановичах ну чуть по больше чем год назад ну что я ездила в конце мая начале июня а точнее в конце апреля начале мая да еще скажите что я беспамятная так это у нас флора флоралис крем питательный для рук и ногтей вот таких я взяла целых два с витаминами а и f экстрактом мелиссы вот я сначала думала что на подарки возьму а потом решил что один себе оставлю один на кому-нибудь в подарок вот у меня их как раз два таких это у нас вообще хотел еще один гель взять но потом отреклась и в результате взяла пенку как сказала моя попутчица наташа компаньонка так сказать на сегодняшнюю прогулку и на вчерашний вечер чисто белорусская белорусская до белорусов крем пена для ванны и душа козье молоко с растительными протеинами релаксирующие увлажняющее питание ирис ноты рис я не знаю есть у нас в россии рис или нет вспомнила 400 кстати миллилитров мы сегодня шли в общем с наташей искали метро и там встретите какую-то какой-то и на девушке подошла на общем так 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 получилось что там что-то спросила куда вы идете в гостинице гостиница спутник она готова горит какие вы продвинутые туристы это поняла что не все туристы помню даже название своей гостиницы не то что как пройти и название улицы он просто так слову вспомнил еще пенку и взяла oil natural с эти люди вот когда я произношу начался на в обзорах и вам то почему вы не вякаете что я не знаю английский или я по вашему начинаю знать английский натуральные масла еще что хочу сказать сейчас тоже отвлекусь да можете считать что меня дико задело действительно дико задело потому что пишут такое говно всякое знаете таким не хочется сказать выродки вот моральные уроды потому что и как вы вообще своими мозгами раскидываете как я могу числиться в рейндрок с переводчиком и редактором а редактор принципе сверяет перевод с оригиналом с английским и если я по вашим меркам вообще ни хрена не понимаю да ни в чем я когда училась пятом классе у нас был французский и попутно изучал английский английский изучала с трех лет спинка мамы у меня были маленькие книжечки фраза на английском фраза на русском а понимаю что для тупых башбашек которые срут мне в камень ты конечно ни хрена не докажешь но меня это дико поразило когда в вас строят вы не понимаете вы начинаете срать в каменты когда троллить и пы то и вас при этом по нему короче это сколько надо иметь комплексов зла в себе чтобы ходить по каналу и гадить гладить 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 сколько надо иметь свободного времени это же жуть почему-то то пенка натуральные масла натуральные масла ежедневное ощущение пенка для умывания лица с маслами оливы и виноградные косточки косточку виноградом для нормальной комбинированной кожи берита кстати вот здесь просто берита без бенби и биси и джи сейчас перейду на французский по-моему уже перешла адрес и джи аши и жеки а таки раз ты его я добавлю в xyz до пересла на английский верьте что я ничего не знаю идиоты ну и последний мой продукт видео кстати будет сживаться скорее всего вот переход не буду делать я хороший такой может красивый не знаю как у меня получится смотрю как вообще настроение будет в общем это последнее то что я купила место того геля кстати по цене по моему одинаково было это гель пенка особо для а вот сейчас я просто поднесу ближе к этому к себе потому что через монитор хоть к я не вижу для мыться вся твару деликатная я не знаю как по белорусски читать вот можете уже гадить в камен то что я не знаю белорусский действительно не знаю белорусский я его не учила и не изучала тут 150 грамм и вот оно практически все на белорусском на на все на белорусском и на ценнике даже там где писали наверное ну с расчетом что кто-то все-таки в беларуси говорит по-русски там с такими ошибками писали что было фиг поймешь что это не так сети действительно внезапно тоже модум но видимо такой конкретно белорусский для белорусов модум вот только сейчас заметила что это модум потому что на ценнике как-то это выглядело все одной серии вот это особо было особая пенка видимо пенка гель вот такой у меня хотел сказать заказе как-то я держала немножко криво в свой фотик изменяюсь это не специально мне завтра вставать 7 утра 8 у нас завтрак и в 9 от бытия в полоск на весь день вот сейчас наверно уже около 12 я уже частично тут убрала со стола сумку и вот этот шампунчик я завернула в пакетик завязала надеюсь что он больше не откроется если откроется тоже именно в пакетика ничем не больше не испортит и не попортит вот не знаю вот это я навести то на себя чтобы вы тут зрели меня привет люди и не люди которые гадят в каменты либо погадить в каменты и лишь бы тнуть меня носом а то я типа не знаю там что у меня за косяки да особенно вот меня все-таки я не думала что такой ажиотаж будет когда специально что-то неправильно произносишь потому что некоторые мне пишут таким языком что мама миа как вас вообще в школу взяли или выпустили из нее ну да ладно у меня там что-то было вчера кажется 60 чем-то каментов сегодня еще 13 прочитала да вайфай в этой гостинице очень хороший довольно таки там по логину паролю на ключики выдается вам чем если будете в минске проездом или чуть подольше заходите в гостиницу спутник и берите себе номер очень вкусно тут и завтра кстати не шведский стол оказался но довольно такой сытный хороший нам сегодня допустим давали там я пришла был йогуртик потом булочка с сыром и маслицем потом какой-то пироженка типами медовика чаю чай можно было доливать хоть 10 раз правда пакетик только один там еще кому это какая-то кажется кипяточек холодный был но и давали такой рисик со свежей капусткой салат такой свежей капустки и куриная такая котлетка с еще хлебушек какой-то кажется чем довольно вкусно и сытно такая вполне приличная порция в общем если вы досмотрели это до конца это где-то будет вместе с двумя кусочками видео на 20 минут то я очень рада кстати по поводу микрофона видео и прочего ребята если вас что-то не устраивает то на канале в инфу есть номер счета как я уже говорила не в одном видео второй раз по моему говорю если вас что-то не устраивает спонсируйте выбирайте модель то что вы хотите от меня скидываете мне вместе с деньгами ссылочку я покупаю потому что канал в принципе делается для вас ваши запросы я выполняю и трачу свое время как бы время как бы должно уплачиваться если вас что-то не устраивает или не смотрите или делайте так чтобы я смогла воплотить ваше желание в плане качество в реальность я считаю что правильно ну и до новых встреч пишите каменты любой тематики можете даже между собой там сраться как у меня некоторые люди на канале делают так прикольно сразу чувствуешь себя кейтом кет мардерк дарка это няшный мальчик с украины программист ну я на тифоретник вас не зал потому что если люди с больной психика пишущие мне гадости в каменты придут на тифоретник то у них эта психика совсем умрет а если люди норма с нормальной психикой туда придут у меня их просто жалко потому что они лишатся и психики но и до новых встреч пока